Она как раз и называется две половинки, но моя половинка это получается сколько? 46 лет как мы женаты, 77-го года, еще 4 года дожмем груза на танцмане. Вот. Это я убираю просто. А то, вы знаете, раньше, когда мы жили в Белоруссии, то где-то на концерте, когда меня на пенсию отправляли в 60 лет, они говорят, я где-то прочитал 7 месяцев сотворения. Они сказали, Семен, ты столько не можешь знать, ты по панораму читаешь. Понимаете? По панораму, да? Так я просто записываю, каждого сотворения по одному слову записываю. Такая фонограмма. Вот я перед вами стою. Потом я стоял там, мы подумали, что правда фонограмма. Я уже вычитаю. Вообще, когда я выходил на первый международный конкурс, я победил 1 городской, 6 областных, 5 республиканских, 2 международных конкурса. Я победил номинацию автор-исполнитель. В 2015 году в Крыму я представлял, вот у меня у меня славянской традиции. Представлял один Белорусс, 7 дней конкурсы были. Ну, финалистом стал. Хотя, я думаю, что-то неправильно со мной поступили. Ну, ладно. Итак, я написал за все время, написал 50 сказок. Я не знаю, откуда это у меня. Ну, так вот получилось. Вот я вам сейчас прочитаю створение. А вы представьте лес. Да, я прочитаю. А вы представьте лес. Вот представьте лес. Осенний лес, представьте. Вот стоите, да. Ну, если у кого есть вопрос, у меня она есть. Я могу летом смотреть просто на землю и представлять, что снег. Зимой могу смотреть и видеть листья лежат. Вы знаете, у меня развито как-то в окружении все это вижу. Я могу женщину увидеть в любом платье. Вот она сидит, а я ее представляю в свадебном, в зеленом, в костюмчике. То есть воображение во мне какое-то есть, я не знаю. Поехали. Вот представьте. Осенний лес. Падают листья, да? Да. Не знаю, но я осенний, но мне нравится осень. Золотая леса. Да. В лесу я был, осеннюю порою. Под золотым шатром, где тает синева. Березу видел с кудрявой кальмой. Шептала клену нежные слова. А он стоял и тихо слушал. Кружилась падая листва. Там в золоте соединились души. Начал все с чистого листа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 костюмы. А мне школа дала, подарила синее пальто. Но я его не носил, потому что я читал, что синий цвет это более для девочек. Я хотел серое пальто. Благодарю судьбу за то, что горести со мной делила. Мальчишка в синеньком пальто. Подарок школа мне купила. Не щеголяла. В нем некомфортно. Скажу по правде. Мне часто говорила мать. Сынок, не надо горевать. Вся жизнь в ладонях Бога будет. Господь поможет. Не осудит. Не зря рожденный в день осенний. Услышал Бог. Назвай осенним. Живи и радуйся мгновением. Уйдут печали и сомнения. Но помни синее пальто. Оно дано тебе за то, что помнил детство. Кто ты есть. А это сын. Большая честь. Это не длинная, а влажную душу. Это не просто писать. Это не просто писать. Да. Я прочту сказку. А плюс 50 сказок.